Добрый день, милые зрители! Сегодня у меня поделки-переделки и рукодельницы, которым интересно, как я переделываю эти две коробки шляпную из-под обуви. Оставайтесь со мной и увидите результат. Итак, большая коробка, которая стоит справа, круглая, она покрашена белой краской. Мне останется сделать рант белой краской на обувной коробке. Почему? Потому что я буду приклеивать до крышки вот такой соломенный коврик. Такой соломенный коврик я покупала в магазине Айрошоп по 1,5 евро. Еще для внутренней части буду использовать вот такой коврик. Он у нас стоил 2 евро. Итак, я беру вот такую белую краску, которую я часто использую в последнее время. Она густая и очень хорошо высыхает. Сушить буду федом. Как я уже сказала, до крышки мне нужно прокрасить примерно вот это расстояние сверху белой краской. Потому что под крышкой я ничего не буду приклеивать, только снизу. И также мне нужно прокрасить вот эту часть. Итак, начинаем. Беру краску прямо из баночки и аккуратненько мягкой кистью покрашиваю всю вот эту вот темную поверхность. Буду красить два раза, чтобы хорошо-хорошо все закрасить. Красить, просушивать потом еще раз. Так, я покрасила. Теперь закрываю крышку. Теперь я беру соломенный коврик, нарезаю вот такие полоски и буду сюда их приклеивать. Только крышку, конечно, сниму. Буду использовать клей ПВА и также горячий клей. Для начала заклеиваю этот шов горячим клеем. Начинаю приклеивать снизу, промазываю на эту ширину, здесь горячим клеем. Буду постепенно разворачивать и приклеивать мою соломку на коробку. Немножко я подниму на одну вот эту вот палочку, чтобы выступала. Затем я там соединю, когда вокруг обклею все. Итак, продолжаю я приклеивать. Уже получается симпатично. Теперь я здесь соединю, состыкую, проклею хорошенько. И дальше буду обклеивать коробку. Теперь я специально оставила здесь расстояние, чтобы приклеить веревку. Я промазала конец горячим клеем. И теперь буду приклеивать не здесь, а начну вот здесь сбоку. Чтобы мне так заметненько было. Теперь я беру вот такой коврик и режу полосочки, чтобы приклеить вовнутрь коробки. У меня получилась вот такая полоска. Я ее буду сюда сейчас вклеивать. Я хочу промазать коробку теперь клеем ПВА. И край приклеить на горячий клей. Итак, беру клей ПВА. Промазываю вот эту площадь то самого дна. Хорошенечко. И затем прижимаю уже отрезанный мой кусочек. Нужно подержать, чтобы клей приклеился. А пока я промажу край и приклею вот здесь на горячий клей. Теперь мне нужно вырезать внутреннюю часть подкладки. Я обчерчиваю коробку и делаю ее меньше. Вырезаю такой размер, чтобы она легко легла в коробку. Теперь вытаскиваю, промазываю клеем ПВА и вклеиваю. По краю я приклеила кружевную ленту. Затем вовнутрь в тот шов я приклею тесьму, вернее шнур, но пока пусть просохнет клей, я займусь пока крышкой. Из того же коврика я приклеила здесь клеющуюся ленту бумажную, вырезала по размеру для крышки. Теперь вот здесь края отогну и тоже промажу клеем ПВА крышку, а края приклеиваю горячим клеем. Эту клейкую ленту я приклеивала, чтобы здесь не разошлись вот эти палочки и чтобы тоже не размахлились нитки, чтобы держала форму. И так начинаю клеить. Так, хорошенько опять промазываю все здесь. Вот здесь по краю буквой П прохожу с горячим клеем и приклеиваю мой коврик. Смешенько промазываю. Так, стержень сейчас... Ой, все летает из рук, извиняюсь. Стержень сейчас воткну и дальше все промажу. И быстренько накладываю, пока клей не схватился. Так, аккуратненько. Где у нас бумага, посмотрим. Чтобы бумагу не приклеить вниз, приклеиваем. И прижимаем. Здесь я тоже приклеила, потом горячим клеем. Теперь беру вот такую веревку и буду обклеивать все вот здесь, эту сторону. Но прежде заклею эти дырочки, как и на коробке. На крышке проклеивать все дырочки. И прижимаю. Я опять промазала и проклеила кончик. И сбоку начинаю приклеивать. Промазываю здесь клеем. Вот, тоже подклеиваем. Клей еще не высох, бываю. И приклеиваю веревку. Приклеиваю веревку вплотную к крышке. Вот, ножницы упали, извиняюсь, как всегда. Руки-крюки. Так. И заклеиваю дальше. Теперь у меня не хватило одного ряда веревочки. Вот такой. Я приклею сюда белую. Посмотрим, один ряд или два. Как получится. Я нашла потоньше веревку. Теперь, я думаю, тут два раза как раз хватит приклеить ее. Теперь у меня получилась вот такая красивая крышка. И мне нужно теперь проклеить еще внутреннюю часть моей коробки. Здесь уже клей высох, поэтому я здесь наклею шнур. И приклею шнур вот здесь тоже. Получилось вот так. Теперь здесь. Коробочка получилась красивенькая. Она готова. И теперь я буду делать круглую шляпную коробку. Так. Я опять с крышкой начинаю примерять. Обрезаю коврик. Вот такой вот длины. У меня получилось три детали. Потому что коробка все-таки большая. Три одинаковые детали. Убираю крышку и начинаю проклеивать. Как в первый раз. Тоже проклеиваю немножко снизу, сверху. Что такое? Немножко снизу, сверху. И потом уже подсоединяю коврик. Таким образом приклеиваю весь коврик. Затем здесь сверху мы приклеим еще опять веревку. Как и в первый раз. И снизу тоже. Итак, обклеиваю всю коробку. Теперь буду обклеивать веревкой. Я приклеила тесьму. Но мне хочется приклеить еще сюда клеенчатое кружево. Потому что тут будут тоже вот эти палочки-реечки. Поэтому я приклеиваю на коробку. Кружево у меня клеенчатое. Скорее всего силиконовое. И не бояться горячего клея. Поэтому я приклеиваю их на коробку. Вот так красиво получилось. Теперь я хочу кружево приклеить во внутренней части. Вон там видите, это белая полоса. И туда я приклею кружево. Внутри тоже кружевами обклеила. Выглядит теперь замечательно. Снаружи тоже красиво. И теперь я все со стола уберу. И займемся крышкой. Сначала я приклею сбоку полосочки. Теперь я вырезала вот такую деталь. Мне не хватает со всех сторон. Но я вырежу потом кусочки сюда. Приклею. И буду обклеивать также тесьмой. Опять беру клей ПВА. Промазываю там, где будет большая площадь приклеиваться. Хорошенько растираю. И затем по краю я опять буду приклеивать с горячим клеем. Теперь я беру полосочку и приклеиваю. Будет по-другому смотреться. Те ряды у меня вдоль, а это будет поперек. Ну, мне так нравится. И так же приклею вот сюда. Тут у нас все совпадает. Соединю и приклею. Я приклеила. Теперь аккуратненько вот так вот буду срезать ножницами по кругу. Получается вот так. Теперь с этой стороны так же. Так, тут еще клей не высох. Все еще поднимается, задирается. Теперь с этой стороны так же буду приклеивать. Теперь смотрите, чтобы прикрыть швы, я приклеиваю здесь кружевное полотно. и смотрю, чтобы расстояние от края здесь были одинаковое с обеих сторон. Теперь прикрываю вот эти швы. Так как тут расстояние маленькое, я сюда вот так край приклею и поднимаю кружево. То же самое проделаю с другой стороны. Получилось у меня вот так. Все швы прикрыты теперь. И теперь по краю мне нужно приклеить веревку. Буду клеить эту веревку в два ряда. И вот такая вот красивая у меня коробочка-органайзер получился снова. Выглядит вот так. Так, не видно, да? Сейчас я камеру подниму. И покажу. Немножко темнее сделать. Так. У меня получились вот такие две красивые коробочки. Два органайзера. Один из обувной коробки. И другой органайзер из шляпной коробки. Напишите, какой вам больше понравился. Это будет стоять в новой спальне. Будет подходить как раз там белое с таким натуральным. Я думаю, что будет очень красиво. Итак, с вами была Мила. Я поделилась тем, что я для себя сегодня делала. И желаю всем всего хорошего, творческих успехов и здоровья. Всем пока-пока!